В нашем центре русского языка Азбука проходят уроки русского языка как иностранного. Наши преподаватели проводят познавательные, интересные, интерактивные, что самое главное, уроки для студентов любой возрастной категории. Цель нашего центра заключается в популяризации русского языка. Нам очень важно, чтобы люди, которые хотят изучить русский язык, изучали бы его с легкостью и получали бы от этого удовольствие. 9 мая, ко дню победы, мы решили передать подарочные ваучеры ветеранам Великой Отечественной войны. В Тбилиси проживает 70 ветеранов. Мы решили поздравить их лично. Одним из таких оказался Николай Васильевич Чуянов. Условия, в которых он живет, неблагополучные. Поэтому мы пришли к выводу, что должны помочь этому человеку. Первым делом мы наняли сиделку. Это женщина, которая ежедневно ходит к ветерану, готовит обед, ухаживает за ним, следит. Теперь он не один. Пообщавшись с ним, мы узнали очень много чего интересного из его жизни. Мы остались тронуты его рассказами о его судьбе и пройденном военном пути. Я вас приветствую, Николай Васильевич. Благодарю, спасибо за внимание. У вас уникальная судьба. Вы являетесь олицетворением большой многозональной семьи народов. Вам почти 100 лет. Вы 22 года рождения. Да. А где вы родились-то? На Украине. Мы жили в Кировограде больше. В Кировограде я был в начальной школе сначала. Исучал украинский язык. А вы сейчас помните украинский язык? Балакаю. А что-нибудь можете сказать? А что сказать? Что я пишу? Здорово. Жили-то хорошо? Жили? Да. Нет. 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 У нас своей квартиры же не было. А где вы? Мы жили в полуподвале. Пять человек в одной комнате. Папа, мама, я. А еще хозяин, бабушка и хозяйка. Бабушка. Вот вам, пожалуйста, пять человек. А как же дальше было дело? Вы же в Баку оказались. Кто-то из товарищей отца переехал в Азербайджан. Были 20-е годы, 30-е годы. Голодают у нас. А в Азербайджане мы замечательно живем. Фруктов полно. Это все. Рыбы полно. И переехал в Баку. А вот фотография в школе. Это фотография. Это в музыкальной школе. Это в музыкальной школе. Но нашли меня? Нет. Но где? Покажите. Все путают. Вот в Матроске. А в Матроске. А почему в Матроске? Пришли в магазин, ничего нет, кроме Матроски. Давай, Матроски. И вы закончили школу, и тут война началась? Нет, война не начиналась. Это до войны еще. Явится, значит, военкомат. Нас со всего Закавказа собрали там призывников. И с Грузии, и с Армении, и с Азербайджаном. Всех собрали там. Мы думали, что нас отвезут в то-другое. Подали товарные вагоны. А туалет-то где? А туалет, это дамский вопрос. Холодно было, да? В России уже сентябрь, октябрь месяц. Это же не Азербайджан, что мы... А мы там в пиджачишках пришли некоторые. Значит, садили из топника. Он сидит, шуровал эту печь. Подбрасывал в уголь. Поезд шел. Печка дымила. Вот, работа шла. Прибыли в Ореньбаум. Огромные красные корпуса стоят в середине. Красные корпуса. Еще с петропавловских времен. Завели какой-то длинный коридор. Здесь комната, здесь комната, здесь комната. Вот, располагайтесь. Открываю. Пустой. Помещение. Цементный пол и никого нет. А где располагаться? Ну, располагайтесь до утра. Не кровати, ничего. Какой кровать? Располагайтесь до утра. Кто-то кричит дежурный на выход. Ну, как есть подняты кальсоны. Это одна рубашка. Бегу на выход, смотрю. Командир дивизии пришел проверять. Обратился по-человечески. Говорит, что это за вид. А, кальсон только вели сюда. А, ты тут такой, что-то такое. Ну, я ему доложил, что, знаете, что я радист, с таким стажем, то, другое, то. Я учился в радио, ходил в радиоклуб. Я даром времени не терял. Он говорит, организуйте радиороту, научите людей азбуки Морза. Дайте ему радиостанцию, чтобы на настоящей радиостанции работал, а не то, что у вас там. Это мой приказ. И все. А вы еще рядовой? А я, нет, я уже старший сержант. Я уже командир, командир. Вот, да из-за этого же я же дежурил. Так быстро вы шли по... И, в общем, работала наша радиорота, называлась. 22 июня вчера. Вечером 21-го начистились, нагладились. Завтра карнавал их белых ночей в Петербурге. Как раз, конечно, карнавал, белые ночи. Утром, как мы дежурные по части, выстроил все, предъявите документ, значит, проголел документ. Смирно. И прибегает дневальный. Да, вот. Почитал, началась война. Слышал, что репродуктор корчит война. Вот уже война. Внимание! Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В первый день войны до границы с Ленинградом там 150 километров было, тогда отодвинули. И вот это мы проходили эти 150 километров. А потом, значит, когда мы стояли в лесу, дали нам хороший обед. Полевая кухня ездила следом, и что тогда было. Это когда мы подъезжали только до границы с Ленинградом. Все это. И выдали нам бабуханки, хлеба, все. В общем, обед отличный был. И многие ушли, и в лесу все так, как было, так и побросали. Так у нас, вот я это упоминаю, был такой комиссар колеса, дивизионный комиссар. Так он пошел, значит, взял палатки, весь хлеб, который по лесу был разбросан, собрал на эти палатки, пронес перед строем и сказал, ребята, помните, за этот хлеб вы будете еще воевать и будете плакать. Вот когда он нас научил беречь пищу. А скажите, вот вы прошли самое трудное время блокадой. Да. И как это было? Мы попадали несколько раз в окружение. Один раз попали в окружение возле Ладожского озера. Это все-таки радиосвязь была? У меня была радиостанция, называлась радиостанция скоростного бомбардировщика. Было полное, настоящее радиооборудование в этой машине. Один раз мы вышли из окружения. Час выходило, час не выходило, то другое. Еще пока на полях оставалась картошка, оставалось то другое. Вот это пойдешь ночью, накопаешь все, как-нибудь можно жить. Деревня там была, несколько домов стояло. Когда мы прибыли на эту новую Ладогу, понимаете, пригласили нас на похлебку. В общем, была хорошая похлебка. Дали, значит, попуханки белого хлеба там. Вот это вот такие радости, да? Да, вот это были радости. А скажите, вот в 1942 году, да, вы сильно заболели? Дождь, потом снег, потом мороз, потом окопа. Вот когда вот пока окопа, отец солдата, что люди на ходу засыпали. Это заснешь, понимаешь, что все вот это было. Так что я не считаю, что это там приукрашено. Но у вас в госпиталь, и перевезли уже на большую землю, да? В Ярославской области я лежал в больнице. Так вас, значит, комиссовали, да? Меня комиссовал военкомат. Потом, значит, я написал в Баху матери, и мне на Чкебе отсюда прислал пропуск. Я по этому пропуску приехал в Баху. А вы уже себя плохо чувствовали? Дышать нечем было. Туберкулез был настоящий. А вот вы вернулись в Баку. А как вы оказались в Тбилиси? Когда отец после Керчи у меня работал уже начальником финансов здесь, за его такой подвиг, его, значит, определили. Он был начальником финансов санитарного управления. И ему дали комнату здесь, на Советской улице, 79. В Украине вы родились, в Баку вы жили, в арабский язык учили, потом переехали в Тбилиси. Вот какие-то национальные проблемы были между разными людьми? Вы знаете, что я не знаю достоинства, это чья это, чьи характеры. Но кроме хороших отношений я нигде не видел. Потрясающе. То есть, всегда вас принимали хорошо? Везде меня принимали хорошо. Везде я был свой человек. Везде я своей работой, своим трудом доказывал, что я умею, что я могу сделать, чем ему помочь. По-грузински говорите? Ну, безусловно, я перевожу по-грузински больше, чем сам грузин. Я могу переводить. Жена же у вас русская, да? Нет, жена у меня здешняя. А грузинка? Да, она грузинка, половина армянка. Вот это моя супруга там, да. Здесь познакомился тоже. Там на Пушкинской была мастерская, где сейчас там ресторанчик. То есть, у вас были мастерские, вы занимались своим делом? Я занимался своим делом опять, да. Ну, я, наверное, проходил, там что-то проносил, а когда принесла испорчину на приемник, я ее сколько промотовал, пока не женился. А вот вы как познакомились. Она пришла вам чинить радиоприемник. Да. Так вы, наверное, здесь известный человек были, как мастер по патинке. Я не хвастаюсь. В Тбилиси, кроме меня, никто стабилизатор не делал. Стабилизаторы напряжения тогда были, и они никто не знали. А вообще меня знали как хорошего специалиста. А сколько вы в этой квартире живете? Сколько лет? Около 6 лет. Конечно, вам отсюда никуда уже уходить-то не хочется. Это все свое, да, каждый угол знаете. Вы поколение, можно сказать, прошлого века. Прошлого века. Что бы вы хотели пожелать молодому поколению? Что бы вы хотели передать словами? Любить свою родину и свой народ. Это самое главное. Человек, который не уважает сам себя, не уважает свою нацию, не уважает свою родину и не уважает свой народ, я считаю, он никогда не будет патриотом. Я, знаете что, я принес тут гитару. Да. А вы петь-то любите? ПОВИВИТРЕ НА УКРАИНУ ПОВИВИТРЕ НА УКРАИНУ ПОВИВИТРЕ НА УКРАИНУ ПОВИВИТРЕ НА УКРАИНУ А русскую песню? ПОВИВИТРЕ НА УКРАИНУ ПОВИВИТРЕ НА УКРАИНУ ПОВИВИТРЕ НА УКРАИНУ ПОВИВИТРЕ НА УКРАИНУ любила брата очень приятно от вас получить в подарок эти две бутылки прекрасного грузинского вина вы есть представитель нашего великого прошлого и мы должны на вас равняться чтобы было была гордость свою большую большую отчизну мы являемся вами плод плодом нашей большой большой очисты мы должны стараться это сохранить вот всего вам и кофе самого наилучшего мы будем вам помогать спасибо благодарю вас